знаете чем глубже вот мы как эксперты патриаршей комиссии погружаемся в проблематику компьютерных игр тем более осторожно я склонен к ним относиться понятно что есть образовательные игры есть игры которые расширяют кругозор но все же все же игра как инструмент познания как инструмент развития личности человека вот по моему личному мнению под большим большим вопросом поскольку игра это творение несомненно рук человеческих и если игра нацелена на зарабатывание денег о чем собственно есть вопрос как вы думаете какова будет логика этой игры какова будет цена заплаченная тем человеком который вступает в эту игру и так мы видим сегодня алгоритмы сетей которые используются для максимального увеличения прибыли к чему приводит это к сети тик ток которая основана на всяком непотребстве на всякой дикой совершенно мерзости да и поведение совершенно выходящим за рамки приличий и ребенок прекрасно это понимает он осваивает это пространство а чем более будет нарушаться общественные нормы тем выше в рейтинге потому что больше что просмотров такой продукции больше сказать посещаемость тогда продукции а это нацелено на наполнение в том числе рекламного бюджета это заработки следовательно самая бесчеловечная и самая искать шокирующая игра будет наиболее коммерчески успешной а значит что значит логика коммерции встроенная в игру неизбежно приводит к увеличению то что сегодня называется как раз шок контент негативный контент разрушающий души детей поэтому конечно же считаю что монетарная логика финансовая логика положенная в основу игр приводит к разложению общества разложение молодого поколения считаю что если игра и существует компьютерная она должна образовывать учить доброму и в лучшем варианте своим выводить из виртуальной реальности в реальность добрых дел в реальность этой жизни потому что сеть всегда искусственно она суррогат на а жизнь реальна вот эта реальность которой мы живем из-за которую именно за которую мы и будем нести ответ перед богом в нее нужно детей выводить из игр как раз они наоборот как сегодня уводить в эту реальность детей вот считаю что коммерческий механизм как раз не способствует этому как раз он говорят об этом найти искусственном интеллекте вот тоже мне приходится участвовать и в круглых столах и дискутировать с очень интересными специалистами в том числе кто разрабатывает эти системы но я вот прихожу к выводу что при том что как такового конечно искусственного интеллекта не существует пока но есть опасность что человек сам станет частью вот этого искусственного интеллекта что его мышление настолько примитивизируется что он уже будет под контролем данной системе он уже будет выпирать выбирать не из-за 100 возможных вариантов поведения как свободный человек а из трех который ему задается привычными моделями поведения в сети то есть пока мы думаем да сказать как бы нам вот так вот не создать какую-то программу которая будет очень опасный то сеть сама уже программирует нас сам факт нахождения в сети есть уже сказать и само само присутствие в сети уже форматирует человеческое сознание поэтому в этом есть конечно серьезная опасность нельзя этому уделять большое количество времени жизни нельзя отдавать это драгоценное время вот этой несуществующей реальности на самом деле внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео Отвидимся к этому своему Продолжение следует...